Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас, я мама детей билингвов, также я являюсь лингвистом и экспертом в сфере билингвизма для маленьких детей. Сегодня мне бы хотелось поделиться с вами девятью ошибками, которые совершают родители при воспитании детей билингвов. И, к сожалению, эти девять ошибок, или хотя бы одна из них ведет к, ну, я бы сказала, конечно, не фатальному, но очень грустному результату, результату, который родители не ожидают и даже они не совсем понимают, а почему же так случилось, что мой ребенок не хочет говорить на русском языке, отказывается говорить на русском языке и вообще не говорит на русском языке. Я очень надеюсь на то, что это видео получит отклик, вы услышите, какие девять самых распространенных ошибок бывают при воспитании билингва. Поделитесь этим видео со своими друзьями, у которых тоже есть дети билингвы, таким образом мы поможем все вместе объединиться и рассказать этому маленькому, точнее маленькому большому миру русскоговорящих людей за пределами русскоговорящих стран. Первая ошибка, с которой мы часто видим, что сталкиваются родители, они просто не понимают, что такое билингвизм и кто такие билингвы. Это первая ошибка, которая ведет к полному хаусу и непониманию, чего требовать и ожидать от ребенка. Если вы до сегодняшнего дня думали, что билингвы это те люди, которые говорят на любом из языков без акцента, то я вас спешу расстроить, разочаровать, что билингвы это не те люди, которые говорят на английском без акцента, или там на испанском, или на другом языке, или на русском языке. Есть огромное число писателей, которые прекрасно говорят, и вообще билингвизм, он не совсем-то про акцент. Что такое билингв? Если упростить, то это тот человек, который применяет в своей повседневной жизни более чем один язык, то есть два и больше. Соответственно, когда у вас есть некое восприятие другого, другое восприятие этого определения, оно может ввести вас в ступор ожиданий. То есть, чего ожидать, когда мы не совсем понимаем, кто же такой билингв. Так вот, об этом вопросе мы разбираемся очень детально в нашем первом модуле нашего видеокурса, который называется «Семья будущего по комплексному воспитанию и образованию детей билингов». Ссылку на наш курс, на наш сайт я вам оставлю внизу, а сейчас переходим ко второй ошибке. Вторая одна из самых распространенных ошибок – это неосведомленность и введение на мифы, которые образовались вообще в процессе воспитания детей билингов. Родители не совсем осведомлены об этих мифах, они не совсем знают научную точку зрения, что происходит с мозгом ребенка, как идет становление, что является важным, приоритетным, какие моменты желательно не упускать. Все вот эти мифы, которые базируются на билингвизме, их огромное количество. Так вот, во втором модуле нашего курса все эти мифы мы разбираем, по полочкам раскладываем, мы даем массу подтверждений научных о том, что эти утверждения являются только лишь мифами и рассказываем о тех фактах, которые основаны на научных исследованиях. И следующая ошибка – это отсутствие цели. Когда у нас нет цели, у нас нет понятной траектории движения. Наша траектория движения будет очень хаотичная и запутанная, потому что мы сами не понимаем, куда идти. Это как слепой котенок, который двигает новость, на понятное, на чем, на интуиции. Но, к сожалению, у нас, людей, не так сильно развита эта интуиция, как развита она у котят. И мы очень часто путаемся сами же в своей паутине, если мы не поставили себе четкие цели. В нашем третьем модуле Мария Бадр рассказывает вам об остановке целей. Также Мария Бадр рассказывает в своем экспертном опыте, как им удалось балансировать жизнь на трех языках, проживая в Германии. Следующая, четвертая, очень распространенная ошибка, которая трактуется таким образом. Я буду разговаривать со своим ребенком, он будет там мультики смотреть. Ну и, в принципе, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы мой ребенок говорил по-русски. Я хочу вас огорчить, я не знаю, расстроить, разбудить, но этого, к сожалению, не произойдет. Этой теме посвящен наш четвертый модуль, где мы разговариваем о стратегиях, как вы, ваша семья организует свой быт для того, чтобы вы получили максимальные результаты в языковом воспитании ваших детей. Есть различные стратегии, и наша эксперт Лера Динерштейн, она рассказывает о возможных стратегиях, она делится своим опытом, потому что, к сожалению, когда мы думаем о том, что если мы будем просто разговаривать на своем языке с вашим ребенком, с учетом, что вы живете вне среды, к сожалению, этого недостаточно для ребенка. Для вас это может быть пунктиком и достаточно, что ты раз прочитал книжку перед сном, включил мультик и маленько чего-то там поговорил в последние 15 минут перед уходом до сна. Это прекрасно, это здорово, что это у вас есть, но, к сожалению, этого, скорее всего, будет недостаточно. Конечно, каждая семья уникальна, каждый разговор имеет какие-то разные... То есть, как разговаривать в одной семье, как говорят, составляет разговор в другой, абсолютно разные возможности для разговора проявляются в конкретном случае, но факт остается фактом, это очень часто такую мы слышим ошибку о том, что я думала, что просто говорить с моим ребенком этого будет достаточно. К сожалению, просто говорить с вашим ребенком на русском языке, если вы живете вне русского языка, этого будет недостаточно, и вы должны предпринимать, быть проактивными в жизни и развитии русского языка. Следующая ошибка. Как правило, плотный график работы родителей не позволяет уделять достаточное внимание ребенку и в том числе развитию целевого языка, в нашем случае, например, русского языка. Плотный график не позволяет вам познакомиться, как бы это смешно ни звучало, с вашим ребенком поближе. То есть, вы понимаете какие-то вершки, вы видите, да, мой ребенок любит пони, да, сейчас он там любит кошечек, собачек. То есть, вы видите только вершинки вот такие, а фундаментально знакомство со своим ребенком, к сожалению, в плотном графике не каждый родитель может осуществить. Как раз в пятом модуле мы разбираем особенности темперамента, особенности восприятия, как по-разному учат языки мальчики и девочки, какие бывают различия, основанные на том обочередности рождения ребенка. Потому что, например, мой старший и моя младший, хотя они живут в одной и той же семье, ситуации у них совсем разные. Из этих маленьких деталей рождается в целом языковая картина каждого ребенка. И путь каждого ребенка, он будет очень индивидуальный, даже с учетом того, что они находятся в одной и той же семье. Следующая частая ошибка родителей о неосведомленности кризисных периодов, кризисных языковых периодов. Наш модуль 6, 7 и 8 направлен на три возрастные группы, в которых мы в шестом модуле обсуждаем детей в домашнем периоде. Домашний период у всех разный, у кого-то будет от нуля до года, у кого-то будет от нуля до пяти лет. То есть, тот период, когда вы находитесь своим ребенком максимальное количество времени. Следующий будет модуль о транзиции, когда ребенок потихоньку вытягивается из домашней среды и попадает в школьную среду. Так или иначе, примерно это происходит в 6-7 лет, в зависимости от 5-6-7, в зависимости от страны проживания, где вы находитесь. И это тоже очень важный период, в котором мы выделяем отдельный блок. И наш эксперт детально рассказывает, что нужно знать об этом периоде, какие фундаментальные вещи, какие кризисы могут возникать. И уже потом в восьмом модуле мы останавливаемся детально на школьном возрасте, потому что самый продолжительный период, самый сложный период. И, по сути дела, именно в этом периоде решается, будет ли ваш ребенок говорить на русском языке или не будет. Здесь же стоит отметить одну из ошибок, которую мы тоже слышим многократно о том, что до моему ребенку 4 года, и он прекрасно говорит на русском языке. «Зачем мне вообще нужен ваш курс?» Тут я уже немножко сказала об этом, но все же повторюсь и обращу ваше внимание, именно конкретно на таком очень частое высказывание родителей детей билинглов. Дело в том, что в 4 года вы максимально контролируете время, собственно, ребенка. Ребенок очень сильно зависим от вас, он еще недостаточно самостоятельен, чтобы жить самому. Так вот, в 4 года это, на самом деле, не какой-то эффект вау, это классно, что ваш ребенок в 4 года, безусловно, говорит на русском, это то, чего мы хотим добиться. Но это не гарант того, что в 10 ваш ребенок будет говорить так же хорошо, как и в 4. То есть говорить в 4, это гораздо проще, чем говорить на русском языке в 10, с учетом, что вы не живете в среде русского языка. Поэтому о том, куда нужно ставить точки упора, мы разбираем опять-таки в наших модулях. Наш курс дает вам не только теорию, но он дает вам практические знания и непосредственно мы создаем билингвальный дом в процессе прохождения нашего курса. То есть мы реально зайдем к вам в дом и будем анализировать практически каждый угол. Мы будем вводить такие физические элементы, реальные, то есть реальные элементы в ваш быт, в ваш дом, которые будут повышать шансы именно того успешного результата, на который вы нацелены. Ну и 9, наверное, самая распространенная ошибка родителей, это отсутствие аудита и отсутствие языкового плана действий. И этим мы занимаемся в нашем 10 модуле с нашим эксперт, где, во-первых, мы помогаем вам сделать языковой аудит. Простыми словами, вы берете свою жизнь и вы анализируете в процентном соотношении, сколько чего, каких языков у вас есть, в каком активном, пассивном режиме эти языки присутствуют для вашего ребенка. Мы делаем соответствующие выводы и мы вводим соответствующую коррекцию. Есть такая цитата, мы обычно не планируем провал, но мы проваливаем планирование. И мне кажется, вот эта цитата, она абсолютно точно передает то отсутствие языкового плана, который приносит нас к провалу, к сожалению. Я прекрасно понимаю, что многие из нас, мы работаем, у нас есть куча, масса других вещей, о которых мы должны думать. Помимо языкового плана вашего ребенка, я, как мама двоих детей, вас прекрасно понимаю в этом вопросе. Но здесь работает принцип Парета, про который я думаю, что вы уже неоднократно везде слышали, где только можно, о нем трубят везде, но он действительно очень классный. И он гласит о том, что 20% ваших усилий приносит 80% результата. Так вот, в нашем курсе мы и занимаемся планированием этих 20%, которые потом, впоследствии вам приносят 80% результата. Я очень надеюсь на то, что это видео было полезным, и те ошибки, на которые я указала, они одни из самых максимально распространенных. Именно полагаясь на такие ошибки, которые допускают, к сожалению, родители детей билинговых, мы и создали наш курс, в котором принимало участие 6 лучших экспертов в русском пространстве, лучших экспертов билингвизма, соответственно. У всех наших экспертов есть дети билинговые, у них есть масса опыта как научной деятельности, так и мотивационной и коучинговых методов, которые они меняют в работе с родителями и детьми. Также в нашем курсе вы познакомитесь с различными другими играми, которые помогают развивать русский язык вне среды. В нашем курсе мы даем вам языковой дневник, который помогает вам следить за прогрессом и вырисовывать четкую картину. Также в нашем курсе вы получаете огромное количество дополнительных материалов, чек-листов, начиная от списка полезных, реально полезных мультиков о том, как смотреть с детьми билинговыми мультики, заканчивая, не знаю, психологическими разными тестами для того, чтобы вы познакомились наконец-таки со своим ребенком поближе. Это огромная-огромная система знаний, которая максимально четко, системно предложена вам, родителям билингов, для того, чтобы вы повысили свои шансы воспитать вашего ребенка билинговым и сохранить русский или любой другой целевой язык в вашей семье. Огромное спасибо за просмотр, что вы посмотрели до конца это видео. Надеюсь, что оно было мотивационным, вдохновляющим и оно вас подвергнет на следующий очень уверенный и очень важный шаг. Это погрузиться в билингвальное пространство, погрузиться в мир билингов через наш курс. Обязательно поделитесь этим видео с другими семьями, у которых тоже дети билинговые. Таким образом, мы поможем поднять осознанность к подходу языкового воспитания детей билинговых, в целом, которые хотят сохранить, родители которых хотят сохранить русский язык вне среды. Огромное спасибо! Ваша Ольга Рохас. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!